Я приветствую всех ретроградов, любителей старого, ну, слово ретроград несет отрицательную нагрузку, коннотацию имеет, ну, пусть будет, так сказать, ретрофилов. Я сам такой, обычно старыми вещами интересуются уже люди в возрасте, и чем дальше, тем меньше становится, но, тем не менее, вещи, которыми мы интересуемся, они только дороже становятся. Ну, я не имею в виду конкретно магнитолы, но целая, так сказать, индустрия есть, антиквариата. Наши магнитолы, конечно, не относятся к антиквариату, я не знаю, может быть, там, лет через 300-500 можно было их, так сказать, антикварными считать. Сейчас это пока просто старые вещи. Я вообще в душе, наверное, консерватор, но все мы начинаем как либералы, потом к старости приходим, так сказать, окостенению каких-то взглядов, и меняем свои взгляды иногда на противоположные, но, тем не менее, мне, например, я понимаю, что наш блог, он не может конкурировать с какими-то блогами, типа бьюти-блогеров, которые там отслеживают новые тенденции моды, красоты, и, соответственно, с другой стороны, наши ролики могут смотреть и через 5 лет, и через 10 лет, ну, я так надеюсь, во всяком случае, что не вымрет до конца поколение интересующиеся. А, например, мода, товар скоро портящийся, и надо быть на гребне, и следить четко за изменениями этой моды. Ну, понятное дело, что где-то сначала она зарождается, потом двигается, дальше на периферию, там, например, вот, я наблюдаю, меня немножко это смешит, конечно, ну, хотя я и сам в молодости был, вот, в 73-м году на первом курсе, взял себе, ну, тогда времена такие были, вот, нам казалось супер, прически с длинными волосами, вот, отрастил себе, ну, подробно я сейчас не могу назвать, как патлык, потому что прическа все-таки предполагает какую-то охоту, мы просто отращивали, ну, как Битлз, помните, у них были такие длинные волосы. Сейчас мне тоже, например, я же говорю, что новые моды, новомодные явления, типа, вот, знаете, встречали мы молодых людей, у которых вот на голове такой хвостик, как у Йоркшира. Я буквально где-то, ну, пару месяцев назад встретил свадебную процессию, на которой сам жених был с таким хвостиком, и его свидетель был, ну, они в таких строгих костюмах и с этими хвостиками, я сразу подумал, ребята, через 2-3 года такая мода пройдет, через лет 5 она будет казаться глупой и смешной, а потом вы будете смотреть свадебные фотографии с этими вещами, и вам будет, ну, наверное, может быть, вы их показывать не будете, но будет смотреться не очень. Поэтому строгие классические вещи, я считаю, они всегда в цене, они всегда не устаревают. Ну, а теперь переходим к магнитолу. Вот строгая классическая магнитола National, нет, это не National, вернее, это Panasonic RX5010 с индексом LS. Дело в том, что есть модель National Panasonic 5010, там, с другой буквенной, то ли F, то ли, я не помню, какая сейчас. Он совершенно другой, кстати говоря. А поскольку он, видимо, под азиатский рынок заточен, у него такие вот грили с такими лучами, тут высокочастотники есть, как видите, здесь только микрофоны. Он такой, как бы сказать, более разбитной, более веселый, и когда мне сказали, что привезли из Европы 5010, я немножко так губки раскатал, думаю, во, это именно тот Panasonic, который я давно хотел. Нет, оказалось, что это такой строгий, европейский, унылый, немножко постный, и, ну, тем не менее, он такой не без шарма, я скажу, что. Выглядит, на мой взгляд, он вполне здорово, хотя, действительно, он консервативно, так сказать, сделан. Ручечки у него такие вот в стиле National, в стиле даже нет, Panasonic, в стиле Matsushita. Сейчас нет фирмы Matsushita, сейчас она Panasonic, только оставили бренд Technics для вертушки 1200, а все, больше нет ни Panasonic, то есть, ни National, ни Quasara, ни Technics, остался вот только Panasonic. Ее привезли, я посмотрел на нее, кнопочки мне вот такие вот хромированные, такие, ну, не яркие, а вот такие вот, знаете, так называемые сатин. Мне очень понравились. Ручки, правда, все болтались, и вот так они были обломаны. Ну, я подумал, что чего-чего, а ручки-то я его же в основном говорю. И не было справа вот двух ручек, ручки на стройке и ручки точной под стройке. Ну, у меня, честно скажу, что тут есть такой мешочек. Вот такой мешочек, я купил у одного дедушки, всякого рода ручками, вот. Ну, и плюс у меня были до этого разного рода ручки. Я начал подбирать их, и одна из них подошла. Дело в том, что я сейчас буду открывать, и вам покажу, почему, так сказать, нелегкая была проблема с этими ручками, потому что там был посадочный диаметр очень большой. Тут ничего нет лишнего, особо, так сказать, не перегружен аппарат, никаких там на деке отмоток, подмоток, поисков нету. К сожалению, здесь нет аудиовхода. Кстати говоря, я думаю, знаете что, я вот выставил вот те аппараты на продажу, которые вот у меня вот за последнее время были, такие простенькие, и все звонят, и все требуют аудиовход. Я думаю, что я, наверное, сделаю аудиовходы там, то ли на тюльпаны, то ли на 3,5 джеки. Я думаю, 3,5 джек, наверное, лучше будет там, с какого-нибудь телефончика, раз, вставил там, и сразу можно будет слушать. Так что у меня стоит в плане акзилари или как, line-in сделать, короче говоря, аудиовход сделать. Возвращаемся к аппарату. Три крутилки, тон, баланс и громкость. Шесть кнопок деки, пауза, play, fast forward, rewind, revered, stop and jack. Селектор радио, ну в смысле, tape, радио и slip. Ну, то есть слушать радио, пока кассет не закончится. Так, четыре диапазона, ну поскольку он европеец, с длинным волновым диапазоном. И стерео-монод, ничего тут лишнего нету. Спереди вообще ничего, кроме кнопки сброса счетчика. Грилли в переплетенном стиле. Два индикатора, FM-стерео и, собственно говоря, включение. Ну и здесь у нас диновский разъем, регплей, два микрофона, выход на наушники. Больше ничего нету. Я, как говорил, уже подобрал ручки настройки. Ну, можно было бы сюда и построже, но у меня не было такой. Построже они были с другими диаметрами. Ну, я сейчас включу. Посмотрим, как он играет. Ну, чудес не ждите. Двенадцатые динамики здесь, двенадцатисантиметровые. Но, тем не менее, они так вполне нормально играют. Ну, что это у нас громкость, да? Здравствуйте. Че-как, че-как. Ну, особых низких не ждите. Сами понимаете, акустика не того плана. Что у нас по кассете? Ой, по-моему, вот это. Перемотки. Ну, пауза. Сейчас просто переверну. Что там у нас? Даже нет демпфера. Ну, тем не менее, я не говорю, что это какой-то дорогой аппарат. Это вполне, так сказать, бюджетного класса аппарат. Я покажу сейчас ближе его. Ну, посмотрите на него. А потом раскрою, покажу особенности этого аппарата. Я не говорю, ты не по дорогам. Пауза. Вот как устроена его лицевая панель. 12-сантиметровые фирменные панасониковские динамики, 3-хомные, на 3,5 ватта. Обратите внимание на вернирное устройство. Стрелочка. Вот здесь, видите, червяк. А там у нас на конденсаторе соответствующая шестерина. Вот мы когда крутим, она перемещается. Здесь больше ничего нету, собственно говоря. Вот наш панасоник внутри. Ну, честно скажу, что я вот люблю красоту, архитектуру построения плат фирмы Мацушита. Как это делалось, ее всегда можно отличить от других. Ну, я не знаю по каким параметрам, но я сразу вижу, что это Мацушитовская плата. Ровные такие вот детали, стоящие там в линеечку. Всегда написано, в транзисторах написано там база, коллектор, эмиттер. На электролитах отрицательный вывод. Вот он такой полукругом, вернее сектором, где-то на градусов 60 подведены, белым таким. Здесь ничего не надо было делать. Я немножко побрызгал на регулировку громкости вот здесь. И все нормально. Довольно большой трансформатор для такого аппарата. А протяжка, я так подозреваю, что это протяжка ташибовская, потому что я такие видео на ташибе. Могу ошибаться, но с вероятностью, наверное, где-то процентов 80. Я думаю, что это ташибовская протяжка, потому что вот я такую шестерню помню. Здесь стирающая головка, постоянный магнит. Если мы нажимаем рычаг блокировки. Видите, она подходит. А когда мы в режиме play нажимаем, вот специальное отводное устройство отводит. Планка такая с вырезом отводит ленту, чтобы лента случайно не попала на постоянный магнит и не стерлась. Вот наш тюнер. Обратите внимание, вот шестерня, которая вступает в зацепление с червяком. Соответственно, она закрывает КПЕ полностью. И на КПЕ нет подстроечных конденсаторов. Подстроечные конденсаторы вынесены один слева, один справа. Ну, это удобно. Кстати говоря, мне пришлось немножко подстроить его, потому что частота как-то не совсем совпадала. Пару станций справа не захватывало. То ли она ушла от времени, то ли еще какие-то причины, я не знаю. Ну, все остальное. Мне пришлось поменять пасек. Пасек меняется просто. Тут открутить два винтика, один и два. И перевернуть протяжку. Она так вот вынимается. Вот эти красные удлинители кнопок. Отсюда она вынимается. И легко меняется пасек. Совершенно просто. По-моему, даже там и откручивать ничего не надо. Что мне всегда интересно у панасоников, у мацушиты, у них на разъемах все. Вот, например, от головки идут разъемы, от еще чего-то другого. А вот от двигателя почему-то впаяны. То есть, просто протяжку снять и унести тут не получится. Надо или отпаивать, или отрезать. Почему так сделано, я не знаю. Сэкономили на разъеме, что ли. Ну, вот примерно все, что я вам хотел сказать. На мой взгляд, очень интересный аппарат. Он чистенький. Ну, в состоянии его где-то на 5 с минусом. Если, конечно, еще про дны ручки найти, вообще было бы замечательно. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Ну, вот. Тут дата еще производства. 13 марта 1982 года. Вы примерно можете судить, когда сделан этот аппарат. Еще раз говорю, до свидания. Большое спасибо за внимание.